Четвертая глава у нас сегодня в книге «Экклезиаст Коэлит», и мы сейчас узнаем, что же нам Царь Самон дальше рассказал, объяснил о том, как устроен наш мир, в котором мы живем глобально. То есть он нам дает глобальный взгляд, как работает вся система, потому что каждый человек, каждый человек без исключения, он живет в какой-то модели мира. И вот он, даже Елена Малиновская и Инна Андреичук, они могут жить абсолютно в разных моделях мира, потому что человек не воспринимает окружающий мир, он воспринимает кусочек, то, что его окружает в данный момент. Это он воспринимает органами чувств. А остальное – это некая информация, которую он получал, или он получал в рамках своего опыта. Но что такое опыт человека? Единицы сделали крогосветное путешествие, большинство человек жили всю жизнь в одной стране. И их личный опыт – это вот то, что глаза видели, уши слышали, а все остальное – это все история. То есть мы все живем в мире истории. Знаете, такие сказок наслушались, эх, и все люди думают, что неужели так, да? Неужели то, что я смотрю СМИ, средства массовой информации – это все обман? Все обман вообще, все обман. И что вот так вот. Каждый живет в своей модели мира. А вот это вот, царь Соломон, это он видел духовную реальность. То есть он видел то, что создает этот мир, и он знал Всевышнего, и он поэтому нам дает объективный взгляд. И вот в четвертой главе он нам дает объективный взгляд и нам сообщает. Он говорит, и вот я увидел я еще всякие такие притеснения, которые делаются под солнцем. И слезы притесняемых я увидел, и нет у них ни того, кто их утешит. И в руках тех, кто их притесняет, сила, и нет у них утешителя. Вот и все. Вот это жизнь. То есть в наше время, конечно, есть ООН, там пытаются людей защищать. В каждой стране вроде бы как есть милиция, полиция, суд и так далее. Но как было, так и есть. Есть власть имущие, а есть народ. И всегда народ был притесняемым. Просто когда-то их просто тупо притесняли. Вот так вот говорили, вы крепостные. Да, там 95% российского населения было крепостные. Кому? Вы, значит, собственность. В Америке только убрали рабство. В 1860 году отменили после гражданской войны. Там чернокожие рабы, значит, евреи в России. До вообще, до революции не могли в города заходить. Что такое? Почему нельзя? Нельзя, потому что вы евреи. Как так? А вот так вот. Все, граждане второго сорта. То есть, весь мир был построен на протяжении всей истории на притеснении. Когда сильный он притеснял, убивал слабого. И царь Соломон это нам и говорит. Смотрите, вот это все я увидел. И плачут слабые. Все, никто на этот плач никто. Татары-монголы заходят в город. Всем сняли прям кожу. Они брали мужчин. Их избивали, ломали им руки, ноги. Кидали их на еще живых на пол. Сверху клали доски. Сидели на этих досках, кушали. Такие были притесны. Монголы. Ну, а римляне, например, да, Колизей. Значит, захватывали рабов. Людей. Какие они рабы? Они просто люди. Они их захватывали. И в Колизее, значит, заставляли друг друга убивать. И тигров туда запускали, чтобы тигры, значит, их рвали на части. А они сидели, смотрели, думали. Вот это класс. Это люди. Я не говорю уже про фашистов, чтобы стыралось их имя, которые уничтожили. 6 миллионов евреев, 20 миллионов или 30. Ну, жутик. Это ужас, что творилось. Второй отрывок. Говорит нам царь Соломон. И я, говорит, прославлял мертвых, которые уже умерли. Он говорит, вот мертвым лучше, чем живым. А еще больше я прославлял тех, которые еще не родились вообще. Он говорит, есть три категории людей. Есть категория людей, которые еще не родились. Это души. Они в духовном мире. Они в этот мир не зашли. Они в духовном мире. Есть душа потом, рождение души. Ее прям заставляют. Души не хотят в этот мир идти. Их прям заставляют зайти в этот мир. И она в какой-то появляется вот в этот вот сперматозоид, яйцеклетка в животе вначале. Ну, в животе еще нормально. Душа в животе, она, первое ее рождение, она кайфует в животе, значит. Если мама, конечно, не бухает жестко. И там не наркоман какая-нибудь. То душа в животе кайфует. 9 месяцев она такой полурай. Ладно. Потом она выходит в этот мир. Это ее второе рождение. И тут начинаются проблемы. Холодно. Все время хочется кушать. Все время хочется тебе... Или холодно, или хочется кушать. Или хочется спать. Вот вся жизнь такая, да. То есть ты как бы... В общем, постоянно тебе не хватает. То еды, то воды. То холодно, то спать надо. Все. И потом... Значит, потом душа это третье рождение. Она выходит из этого тела. Чаще всего тяжело выходит. Мучается перед смертью, там, и так далее. Какое-то время. И, значит, уходит дальше третье рождение. С тем, что она вынесла из этого мира духовный свой багаж. Так царь Салон говорит, что в этом мире, конечно, тяжело. Притесняют. Все время притесняют всех. Но, говорит, прославляют тех, кто уже умерли. Те, кто умерли, хорошо жили, правильно жили, имеется в виду. Набрали духовный потенциал. Вот им хорошо уже, да. Они как бы все, ушли из этого мира, отработали. Но те, кто еще не родились, им еще лучше. Третий отрывок. В этом Мишнеем он говорит, а, не так, не так. Второй отрывок. Прославлял я мертвых, которые уже умерли. Больше, чем живых, которые до сих пор живы. Это был второй отрывок. Третий отрывок. И лучше, чем обе эти категории, то есть те, кто живут и те, кто уже умерли, лучше, чем две эти категории, те, которые до сих пор не видели этого плохого дела, которое делается в этом мире под солнцем. Он говорит, а лучше всем, те, кто еще сюда не пришли. Это третий отрывок. Четвертый отрывок. И видел я весь труд и все достижения, да, все таланты и достижения в этом мире. То есть мы могли бы сказать, а как же люди вот трудятся, там что-то делают, таланты у них. Так он говорит, царь Соломон, ки-и кенат-иш-мирео, он говорит, это все построено на зависти человека перед ближним своим. То есть все, что люди делают, он говорит, это от зависти. Это все тоже расстройство для духа. Он говорит, ладно, человек делает. А что он делает, посмотрите. Тут объясняют комментарии, что даже все хорошие дела сделаны из зависти. Что человек смотрит, другое делает, лучше, чем он, что-то там добрые дела делает. Молится, эклизиаста учит. Думает, я тоже буду учиться. И сам вот этот момент зависти, это тоже недостаток. То есть человеку не хватает. Человек создан в этом мире, Всевышний так его создал, что ему все время не хватает что-то. И он пытается заполнить вот эту нехватку. Но сам процесс нехватки, это же негатив. Только Всевышний, он цельный, полноценный. То есть он, у него есть все. А у человека нету, у любого человека. Вот мне сейчас кушать хочется, пить хочется. Только я попью, покушаю. Будет не хватать чего-то другого. Только что-то другого человек находит, поставил цель. Уже не хватает. Ты сидишь здесь, а цель, она там. Все, не хватает. Потом человек думает, все, я буду сейчас реализовывать свой талант. Так, а ты сейчас что, недореализованный? Ты развиваться хочешь, ты недоразвитый? Проблемка. То есть человек в этом мире, он везде в какой-то проблеме находится. Значит, дальше он продолжает, пятый отрывок. Ксиль, грешник по вожделению. Он ховекатьядав. Он вот так вот складывает свои ручки. И охелет басаро. И съедает свое мясо. Свою плоть. Что имеется в виду? Хорошо, такая ситуация. Ну все. Вот человек создан недоразвитым. Недооцененным. Недоделанным. Все время ему не хватает. Что делать? Он говорит, если ты ленивый, тупой и грешник по вожделению. Ты складываешь свои ручки и ты сжираешь свое плоть. То есть ты продолжаешь хотеть, но ты не получаешь. Он объясняет это в Мишле и в притчах, что это как болезнь сердца. То есть когда человек что-то хочет и не получает, ему плохо от этого. Значит, он говорит, если ты ксиль, вот этот грешник по вожделению, так ты сложишь руки и будешь сидеть и кушать свое плоть. Дальше он говорит, как бы нам дает направление, а что делать? Он говорит, то в млокав нахат. Он говорит, лучше маленькая горсть в нахат, это в спокойствии. В млокав нахат, чем полная охапка, амаль в раутруах, в труде и в огорчении. Он говорит, смотри, не двигаться ты не можешь. То есть кушать надо, но вопрос, сколько кушать. Или ты хочешь много кушать, тогда тебе надо идти работать, бежать куда-то там в магазин и все такое. Или ты взял себе, сварил гречечки, риска чуть-чуть, да, там все, съел там огурчик маленький, помидорчик. Все, оп, лучше пригоршня, но чтобы тебе было удобно, чем охапка, и когда тебе, ты ради этого прям надрываешься и огорчение для духа. И так во всем. В эшавке они, в эре эвель тахаташевыш. Он говорит, и увидел я всю вот эту вот эвель, это пар и суета под солнцем. Он говорит, все, что здесь происходит, это пар и суета. Любое хочу, это пар, это иллюзия. Человек говорит, я хочу, ну что такое, я хочу. И картинка в голове, все, вот и все твое хочу. То есть получается, что все вот эти вот хочу, планы, цели и так далее, это, он говорит, эвель, это все пар, суета. То есть это не значит, что человек не может не хотеть, он не может не работать, он не может не ставить цели. Но ты должен знать, как бы, реальность, что это не настоящее все, это иллюзия. Значит, дальше он говорит так. Есть какой-то человек, и он один, и нет у него второго, и нет у него сына, и нет у него брата, и нету конца всему его труду, и глаз его не насытится богатством. И для кого он, это богатство это делает, для кого он трудится, и для кого он себя, значит, как сказать, ограничивает во всем, да. Он говорит, это все суета и плохое дело. Значит, он тут дает нам модель жизни, по которой живут многие люди. Вот мне, я когда на жене женился своей, да, значит, было так дело. Я ее увидел, очень в нее влюбился сразу. И, а в это время был какой-то парень, который очень за ней ухаживал. И он, значит, сказал, я вначале деньги заработаю, квартиру подготовлю, значит, все это самое. И потом, значит, женюсь. А я, я пришел и говорю, все, выходи за меня замуж, значит, сразу. Вот прям две недели мы были знакомы, и у меня не было ни квартиры, был какой-то бизнес, но я все время, я верил, что даст бог день, даст бог пищу. И я, слава богу, вот его опередил, можно сказать, да, потому что он шел по принципу, есть многие люди, они ко всему готовятся очень долго, и они думают, как я так буду, я сейчас женюсь, или там, а дети мне сейчас зачем, мне надо карьеру делать, все. И они все время откладывают. В итоге они остаются одни. И ради чего, ради чего, то есть ради богатства, ради карьеры, ради чего-то, но они остаются одни. Дальше. Девятый отрывок. Он говорит, лучше двоим, чем одному. Значит, есть у них сахартов бы амалан. Есть у двоих награда хорошая в их труде. Значит, здесь он нам говорит такую вещь, что сейчас ученые открыли, открыли ученые, что человек получает удовольствие от жизни от четырех гормонов. И есть четыре разные гормона. Один – достижение цели, второй – социальное признание, серотонин. Третий – эндорфин от здорового тела, от труда физического, от спорта. И четвертый – окситоцин – это от близких отношений с другим человеком. Любовь. Любовь, значит, близкие отношения. То, что вот семья – любовь. Дети – родители, мужья – жены и так далее. Значит, вот это то, что царь Самон говорит в девятом отрывке, что двум лучше, чем одному. Но это большой труд, потому что, когда двое, то каждый должен отказываться от своего эгоизма. Если он по-настоящему отказывается, им легко соединиться. А если он как бы задавливает свой эгоизм и остается эгоистом, тогда, конечно, ему будет тяжело. Но вот это труд. Все хорошее в этом жизни дается через труд. Десятый отрывок. Если упадет один, то второй его поднимет. А если один он сам всего, и он упадет, то нету второго, чтобы его поднять. То есть, да, ты можешь сказать, мне одному будет лучше, мне одному будет проще. Но это тебе будет проще, покаместь, покаместь тебе все хорошо. А если что-то нехорошо, кто тебе поможет? Никто. Значит, и так же он говорит, если будут двое лежать, им будет вдвоем тепло, а одного кто обогреет? Значит, здесь есть намек тоже на то, что дети рождаются только от двоих. Как ты не крути, дети только от двоих рождаются, и все. А если одного на одного нападут, то Он говорит, если нападут, нападет один, то двое, они против него легко устоят. А тройная нить, она не быстро порвется. То есть, чем больше людей объединяются, тем увеличивается их сила. Один плюс один равно одиннадцать. Это синергия, да, эффект синергии. То есть, он говорит так, что чем двое объединяются, это совершенно не один плюс один. Это совершенно новая какая-то, очень сильная конструкция. Значит, дальше он нам говорит, Тоф, Евет, Мискен, Лехахам, Мелокзакен, Уксиль, Ашерло, Яда, Лезаер, От. Значит, здесь есть, уже идет, он переходит на такую интересную вещь. Сейчас тринадцатая, давайте посмотрим. Четвертая глава, тринадцатый отрывок. Сейчас мы посмотрим. Четвертая глава, тринадцатый отрывок. Так. Значит, кто такой вот этот вот, кто вот этот вот мальчик бедный да умный, чем царь старый да глупый, не умеющий больше остерегаться. Значит, объяснение самое простое. Давайте посмотрим. Значит, Араш объясняет так. Лучше мальчик бедный да умный. Это доброе начало человека. А почему оно названо мальчиком? Потому что не появляется в человеке до тринадцати лет. Значит, у человека есть инстинктивная его природа, которая называется инстинктивная мозг рептилии. Внутренняя змея есть у каждого. Да, внутренняя рептилия. Внутренняя ящерица. И вот этот вот мозг рептилии, он появляется в момент... Он... Это и есть человек. То есть, человек родился, у него еще нет никакого интеллекта, знаний, но он уже умеет выживать в этом мире. Это им управляет рептильный мозг. Теперь, то, что называется доброе начало, появляется в тринадцать лет. Это уже человек разбирается между добром, злом, может собой управлять и так далее. Значит, почему тогда лучше мальчик бедный да умный? Почему он бедный? Потому что тело сильнее, чем интеллект. Тело, оно... Знаете как, если нельзя, оно хочется, то можно. То есть, мы знаем, что часто в борьбе между телом, особенно если есть какие-то привязанности, какие-то привязанности, это имеется в виду, ну, это человек, там, обжора, алкоголик, наркоман, он не может головой собой управлять. То есть, он говорит, я понимаю, что это вредно мне, но я не могу, у меня тело сильнее, инстинкты. Поэтому называется этот мальчик, доброе начало, он называется мальчик, он позже появляется, и он бедный, потому что тело сильнее. Умный, но он умный, он разумно направляет человека на правильный путь. Чем царь старый да глупый. Это злое начало, властвующее над всеми органами тела. Старый, потому что он находится с момента рождения в ребенке. И, как Бог сказал в книге Берешит в начале, что грек, у бепетах хата травец. Значит, как только человек выходит, у него уже вот включено вот это его инстинктивное начало. Грек лежит возле входа. И он подбивает человека все время на плохой путь. Ну, на плохой путь. Это у нас был тринадцатый отрывок, да? Значит, четырнадцатый отрывок. Ки ми бейт асури миа цали мнох, ки гам бе блахто на ладраш. Значит, то есть человек, у которого побеждает его животная сущность, и она начинает властвовать, да? Как некоторые психологи, они человеку говорят, живи по принципу хочу и буду. Значит, этот принцип хочу и буду, он дальше ведет человека, если так посмотреть, хочу и буду, то он ведет человека вообще в никуда. Потому что если он начинает потакать своим инстинктом, то в итоге он может хочу чужую вещь взять и буду. Взял, его поймали, посадили в тюрьму. Хочу, значит, в туалет и буду. Он, значит, прям сел на улице где-то в туалет. То есть это не принцип жизни человека хочу и буду, да? Поэтому здесь он говорит нам в четырнадцатом отрывке, что тот, кто отдал управление своей жизнью вот этому своему внутреннему животному, то он, конечно, бедный такой человек, да? То есть он говорит так, что видел я случай, когда есть люди, у которых доброе начало побеждает. В этом случае они становятся праведниками, они живут праведной жизнью, у них все в жизни складывается. Он говорит, бывало такое, тоже видел я таких людей. Значит, значит, сейчас я не буду углубляться, в общем, в шестнадцатом отрывке он развивает эту мысль, что те люди, которыми управляют животное, природа, да, они могут испытывать сиюминутные наслаждения, но в итоге они проигрывают. И дальше он говорит такую вещь, вот эта концовка сегодня, да, семнадцатый отрывок. В семнадцатом отрывке он говорит нам так. Шмор раглеха кашер телехель бейт элаим. Сохраняй свои ноди, он говорит, сохраняй свои ноди, когда пойдешь ты в дом Бога, выкоровли шмоа метет акселим, значит, и не участвуй в жертве вот этих вот грешников по вожделению, и нам юдимля с утра, ибо они сами не знают, творят зло. Я уверен, например, да, вот то, что он здесь говорит, когда ты идешь к Богу, да, то как раз вот путь к Богу и заключается в том, что ты ставишь под контроль своего интеллекта, который у тебя идет по путям Всевышнего, по путям Торы, ты ставишь под контроль свое внутреннее животное. И с одной стороны, вот люди, которые говорят, ну отпусти себя, живи как ты хочешь, все вроде звучит хорошо, по-доброму, но он говорит, они не знают, что они делают зло, потому что человек, который отпускает себя, да, вот он сидит и говорит, ну будь собой, вот делай то, что ты хочешь, да, а он сидит, у него такой живот огромный, он такой толстый весь, больной. Почему? Потому что он же делает то, что он хочет. А что человек хочет? Если есть у него еда, он хочет, он кушает, вкусная еда, вкусная алкоголь, выпил, порадовался, правильно? То есть, если он смотрит на жизнь одномоментно и потакает своим вот этим вот сиюминутным желанием, то в итоге он завтра за все это будет расплачиваться. То есть, он будет расплачиваться за это однозначно. Человек, который смотрит на жизнь более на несколько шагов вперед, он посмотрит и скажет, секундочку, лучше я сейчас это не съем, но я завтра утром проснусь, буду хорошо себя чувствовать. Алкоголь, это радость украденного завтрашнего дня. Спорт, да, мне тяжело, да, я сейчас встану, да, я сейчас напрягусь, да, я сейчас потею, да, мне сейчас больно будет даже, да, потому что я сделал какое-то упражнение, но завтра-то я буду здоровым. То есть, человек, который смотрит хотя бы на один шаг вперед, он видит второе последствие своих поступков. Человек, который смотрит глубоко, он говорит, секунду, я реально не знаю, как устроить мир. Что я знаю? Я родился, вот то, что вижу, вижу, все остальное мне в уши, СМИ, родители, общество, мне льют в уши то, что им выгодно. Теперь, а может, пророки правы? А может, действительно, есть Бог? А может, действительно, есть вечная жизнь? А может быть, действительно, вот у меня, я пришел в этот мир, чтобы пройти этот жизненный путь и уйти в вечность. А может, ну, может же это правда, да? Теперь, а что мне надо делать? Мне нужно ограничить свои пищевые рефлексы, мне нужно быть добрым, хорошим, хорошим к людям, никого не обижать. И мне нужно идти по схеме, по правилам. Не мода, которую мне показывают, там, моделеры какие-то, которым надо продать одежду. Не по схемам правительства, которые интересуют остаться у власти. А мне нужно идти по схемам Всевышнего. Они не сложнее, чем другие схемы. Но просто это выбор, свобода выбора. И вот тут вот человек выбирает, когда идти по схемам Всевышнего, которые называются Тора. Значит, в этот момент он, конечно, поднимается на другой уровень в своем развитии. Он поднимается над своим животным этим началом. Он поднимается на уровень своего духовного, доброго начала. Да, есть злое начало, значит, доброе начало. И он в какой-то момент он выходит на такой уровень соединения со Всевышним, что Всевышний ему помогает, слышит его молитвы, дает ему все, что ему надо для хорошей жизни. Потому что, когда человек идет по правильным правилам, у него есть семья, отношения с детьми, деньги, хорошее отношение с людьми. И главное у него внутри мир. Мир, шалом внутри, это когда у тебя нет недостатка, шалом, у тебя нет конфликта. Шалом, тогда у тебя шалом с другими людьми, и шалом со Всевышним, и вокруг шалом. Это то, к чему мы стремимся. Я желаю вам, чтобы заслугу, что мы учим Тору, что мы стремимся познать Всевышнего, который шалом. Чтобы Всевышний выполнил нашу молитву, и дал нам все, что нам нужно. Как сказал нам царь Соломон в сегодняшнем отрывке, что он нам сказал. Лучше пригоршня, но чтобы был нахад, чтобы был мир. Нахад это так приятно, чтобы было. Лучше пригоршня бы нахад, чем охапка, млохофнаем, б амаль, с большим каким-то напряжением, вераут руах, и огорчением для духа. Вот это то, что я желаю всем участникам уроков ВАИКРа, всем друзьям ВАИКРа, партнерам ВАИКРа, спонсорам ВАИКРа, чтобы было у всех все хорошо. Все, друзья. Спасибо вам за то, что вы делитесь уроками. Спасибо за то, что вы помогаете финансово ВАИКРе распространять уродиторы. И удачи всем успехам. Очень советую написать свои выводы и этими выводами потом целый день делиться с окружением. Все, счастливо. До завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за with su Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...